Еще некоторые варианты работы с канатом уже без системы. Во-первых, те, кто посчитает, что им мало нагрузки с обычным канатом, могут добавить резину. Берем резиновый жгут, становимся на него, канат, и вот таким образом... Таким образом, получаем дополнительную нагрузку. Некоторые упражнения, которые будут также полезны. Выпады назад, мы делали это с гири, вскидывая. То же самое делаем с канатом. Как выбрать дистанцию? Натянули. Шаг вперед. И вот здесь уже начинаем делать выпады назад. Нагрузка идет как при подъеме, так и при опускании. С учетом смены ноги, можем делать вариант тэнкана. Для обложения таза, мы делали махи кири от бедра. Гроба то же самое, чтобы улучшить таз. Но при этом и получить рыбок на себя. Мы делаем с канатом. Выбрали дистанцию. Очень хорошо выключаются косые. Чтобы лучше поставить боковой, опять же делаем горизонтальные волны. Здесь надо ставить поустойчивее. И двумя руками начинаем носить. Убрали дистанцию. Если мы говорим про постановку ударов. В принципе, при большом количестве, до статуса мы будем кидать ловну вперед. Но, если вы хотите увеличить нагрузку, просто увеличиваем доворот. То есть, уже не перед собой, а много сорок. Как вариант прямых, так и боковых. Еще одним полезным элементом для подготовки рубящего, это проработка зубчатых. Их мы можем включить следующим образом. Делаем разводку. И с усилием опускаем. Без прыжков. Стали устойчиво. И поехали. Ищите, пробуйте, совмещайте. Посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует...